Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Недавно мне пришлось столкнуться с очень неприятными эмоциями. Я достаточно открытая личность, о чём мне говорили не раз другие люди. Я всегда найду тему для разговора, могу в любую минуту поддержать диалог, причём выращаюсь иногда даже очень хорошо, отчего люди ко мне тянутся. Однако, когда я начинаю входить в контакт с этими людьми, а затем уже плотно вливаться в компанию, происходит непоправимая ситуация, которая заставляет меня копаться в себе. Компания начинает бурно общаться между собой, но когда я пытаюсь влезть в разговор, меня будто бы не замечают. Моя речь довольно громкая и выразительная, при любом удобном случае меня даже такими данными не видят. Иногда я прихожу к выводу, что мне лучше было бы вкрываться за глаза маской другого человека, полностью бросать свою настоящую личность и измениться до тех стандартов, которые бы явно поощрялось. Я подозреваю, что это был старый опыт, который перетёк в нынешний момент моей жизни. Так, пишите вы. Ну вот. Ну, первое. О чем хочется сказать, то что вы в своём тексте, да, не формируете вопрос. То есть, что вы хотите. Вот. То есть, ну, так, конечно, исходя из вашего сообщения, да, можно предположить, что хотите вы, чтобы, чтобы, как-то вас это не беспокоило, да, вот, а хотите вы, как-то вот, ну, того, чтобы этого не было, но, тем не менее, смотря, на это ваш, как бы, ну, вопрос отсутствует, вот. То есть, его в этом смысле нет. Это очень важно, чтобы у вас был вопрос, да, чтобы вы сформулировали его, потому что, в общем-то, от этого будем отталкиваться, от этого будет отталкиваться ваша психотерапия. Следующий момент. Вы говорите о том, что вот прошлый опыт у вас перетёк. Настающий момент. Вот. То есть, ну, если это прошлый опыт, то, может быть, это был какой-то такой вот, значит, ну, травмирующий опыт для вас. Ну, скорее всего, это был для вас травмирующий опыт. Вот. Вероятно, вы хотели бы его как-то проработать, да, чтобы он не оказывал на вас такого влияния, чтобы он не руководил вами, вот, чтобы он не направлял вас. Ну, про этот самый опыт вы, к сожалению, ничего не говорите. Вот. То есть, вы это просто оставили за скобки. Лично я думаю, что вы, кто в этом опыте, который у вас был, вы себе что-то подавили, вот, подавили некоторые свои чувства, да, некоторые свои эмоции, вот, которые у вас возникли, вот. И, значит, вот эта вот история, она, вот, в какой-то степени закрепилась у вас, вот. К сожалению, получается. Вот, она у вас, эта история закрепилась, вот, и вы теперь в независимых странах. того, хотите или не хотите, вот. Ну, этот опыт повторяется. Вот. Начну с нова. Эти чувства, которые вы подавили, и которые, вероятно, дают, особенно, уже в новом современном опыте, верят, Ну, прожить их, вот, дальше, следующий момент, вы говорите о том, что довольно вы открытый человек, что люди к вам тянутся, да, и так далее, то есть вы вот тут как бы описываете себя как, ну, довольно таки, такого человека, активного, активного, достаточно, наверное, привлекательного вот для других людей, вот, но когда вы в компании, люди вас размещают, то есть вы становитесь для них в пустынестях, вот, ну что же, я в первую очередь соглашусь с тем, что это, ну, действительно очень, очень неприятно, вот, я действительно с этим здесь соглашусь, вот, и соглашусь с тем, что это действительно может деморализовывать, вот, в какой-то степени ваша реакция, когда вы говорите о том, что вот, ну, может быть, мне лучше было бы прятаться за наушкой другой личностью, вот, она говорит о том, что себя вы в какой-то степени обесцениваете, вот, то есть это вот деморализованность такая, и здесь, здесь моя гипотеза заключается в том, что я полагаю, люди, которые вокруг вас, да, они расценивают вашу открытость, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, они расценивают ее как, знаете, как, как услуги, вот, что у меня лично здесь, как, вот, то есть они расценивают вашу, вот, такую открытость, вот, как угодливость возможна, вот, заранее извиняюсь, если вам это неприятно, вот, ну, то есть вы как будто бы себя обесцениваете в этом, в том, что так открыто, вот, а вы, ну, отзывчивая, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это как раз вот про принижение себя, то есть вам бы здесь постараться заметить, нет ли такого у вас, вот когда вы откликаетесь людям, не принижаете ли вы себя в чем-то, не преодолеваете ли вы себя, не пересиливаете ли вы себя, или, или, когда вы откликаетесь людям, то нет ли такого, что вы делаете это, да, вы делаете это, то есть откликаетесь. Немножечко для других целей, нежели чем те, которые вы представляете, то есть формально вы, например, помогаете в чем-то людям, формально вы оказываете им всем за помощь, а фактически цели у вас другие. Вот. Ну, естественно, я так вот сейчас не скажу, какие у вас могут быть цели. Да, например, ну, цели могут быть, там, самые разные, начиная от того, что вам может хотеться какого-то внимания, да, может хотеться какого-то признания, вот. Вот от этого до каких-то более экзотических целей. Вот. То есть так вот сложно опять же, пожалуй, будет сказать, какие у вас могут быть цели. Вот. Но, тем не менее. Вот именно проблема, именно проблема целеполагания отклика вашего, мотива, проблема мотивации вашего поведения, такого, вот. А также, я бы сказал, скрытого за этим, позиция позиционирования себя, да, то есть вот, ну, того, как вы себя позиционируете в этом ключе, и является тем основанием, почему люди вас не видят. Да. То есть в какой-то, понимаете ведь, в чём здесь вот штука? Штука в том, что вроде бы, вроде бы, вы, допустим, помогаете человеку, и получается, как бы, что, ну, он, получается, что он в вас нуждается, вот. Вот. А человеку начинает казаться, что вы нуждаетесь в нём. Вот. И вот этот момент, когда человеку кажется, что вы нуждаетесь в нём за счёт того, что он нуждается в вас, вот. Вот. А делает вас, по сути дела, ну, такой вот, довольно-таки, ну, скажем так, не ценный, да. Это мои губоты в данном случае. Я, наверное, настаиваю. На этом, вот, ну, просто вот хотел бы познакомить вас с этим, вот этой мысли. При том, что вот вы, значит, описываете ситуацию, да, то есть, ну, вы говорите, что меня не замечают, да, и так далее, и так далее. При этом, при этом, на мой взгляд, не совсем понятно здесь, как люди-то, вот, по итогу, к вам относятся. То есть, ну, вот они, вот они вас не замечают, да. Когда вы, значит, общаетесь, пытаетесь в лесу разговор, вот. А как они к вам, ну, как они, вот, к вам относятся, ну, дальше? То есть, ну, то есть, потом, когда, вот, когда это заканчивается, например, вот, как они вас видят-то в этом случае? То есть, вот что интересно, на мой взгляд. Понимаете? Вот. Вот было бы неплохо, очень было бы неплохо. Вот на эту тему подумать, ну, вам, вам подумать на эту тему было бы очень неплохо. Вот. И, возможно, в этом вы увидели бы для себя, какой ответ на свой, в том числе, вопрос, да? Вот. Потому что, ну, вот, пока получается, получается, как? Все хорошо, хорошо, да? Вот. Все здорово, здорово. А потом, сразу что-то меняется. Ну, я бы, ну что, я бы добавил здесь, как минимум, подробности, вот, чтобы лучше понимать ситуацию. Когда вы говорите о том, что вы пытаетесь, вот, ну, влезть в разговор, да? Тоже такой довольно интересный номер. Вот. Когда вы говорите, что вы пытаетесь влезть в разговор. Тоже интересно довольно, как это выглядит. Вот. Как именно вы говорите? Потому что, если люди увлечены, да? А вот, то они вас могут и не услышать. Это нормально. С другой стороны, очень важно, на мой взгляд, то, как вы, с какой вы, ну, вот, подачи что ли, да? С какой вы подачи начинаете, ну, о себе заявлять. Вот. То есть, вы это делаете из-за такого вот, какого-то желания, ну, выразить вот то, что вам хочется выразить, к примеру, да? Допустим, вы это делаете, к примеру, опять же повторюсь. Или речь идет о чем-то другом. То есть, вы, например, ну, чувствуете, что там, что вас не замещают, да? И вот хотите, как бы, о себе напомнить. То есть, это вот тоже такой нюанс, такой момент, который довольно важен здесь. Вот. Так что, как я надеюсь, вы видите, я надеюсь, вы понимаете, что вопросов очень много. Ну, понятно, что если ситуация повторяется, да, понятно, что если ситуация снова и снова, ну, происходит, ну, вот, то необходимо, конечно, необходимо, конечно, с этим работать, потому что, ну, вот, вы... Ну, вы не сможете сами это решить. Вот. То есть, на мой взгляд, тут все довольно очевидно. Вот. Решать, конечно, вам. В любом случае, решать вам. Вот. Ну, я думаю, что ответить можно, например, вот в таком ключе. Вот. Как-то так, какой-то вот такой ответ я мог бы вам предложить. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратным связь по моему ответу. Это позволит начать над собой работу. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. 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 Удачи.